Привет котята, с вами канал в маске и это вторая часть обзора. Сегодня мы будем смотреть как и что легло на какую поверхность и некоторые из этих самых поверхностей мы попытаемся оттереть или перекрасить. Иными словами в этой части у нас баф тест. Если ты не видел предыдущий видос, то есть первую часть обзора, то я настоятельно рекомендую чекнуть ее, для того чтобы хотя бы выкупать о чем вообще идет речь. Видосик будет длинным, поэтому для удобной навигации в комментариях будет своеобразное оглавление в виде таймкодов всех основных моментов. Берите прянички, чаечек и погнали. Перед тем как начать, давайте еще раз пройдемся по штукам, которыми мы будем все это бафить и немного подробнее разберем каждый из пунктов. Первый на очереди у нас мистер мускул, который я взял на кухне и губки оттуда же. Его мы используем для имитации бафа тег уборщицами. Неоднократно, видел подобные попытки, так что такое весьма уместно. Губка придает абразивный эффект, что на самом деле в корне меняет ситуацию. По той простой причине, что благодаря ему можно просто физически разрушить чернильный след без его растворения. Особенно подобный подход эффективен на глянцевых прочных поверхностях. Так как растворения чернил по сути и нет, то при оттирании почти не появляются разводы. И вся фишка марких красителей и их разводов, как в том же ХТБ, например, сходит на нет. Вторым номером у нас идет специальное средство, предназначенное для удаления всяких закорючек антивандал граффити. Это то самое специальное средство, которое закупает РЖД и большинство госкомпаний. Производится разными предприятиями, но состав везде примерно один и тот же. По сути своей представляет не совсем растворитель, а некоторую смесь из пав и предельных углеводородов. Такой состав умеет растворять большинство чернильных основ и даже некоторые алкидные смолы, при этом не нанося повреждения оттираемым поверхностям, в отличие от традиционных растворителей. Имеет очень специфичный запах, не резкий и противный, как например у ацепирита, а просто специфичный. Также после высыхания на поверхности остается жирный след. В целом достаточно интересный экземпляр, но ацетон мне все равно как-то роднее и ближе. Третий пункт бутылка водки. Изначально думал брать спирт, но не смог его достать, а тот который был у меня присутствовал в очень малом количестве. Исходя из того, что водка гораздо более легкодоступна, бафить будем ей. У меня это самое дешевое, что я нашел в магазине. Тут правда есть один нюанс. Вот у нас три стула. Вискарь, та самая водка и спирт. То что спирт оттирает чернила лучше чем водка, это весьма предсказуемо, а вот то что результат вискаря и водки отличается, это уже довольно странно. Хотя бы и потому, что градусов и там и там с ракет. Последнее и ультимативное средство. Ацетон. Тут особо и рассказывать нечего. Изначально я хотел взять растворитель 646, white spirit или еще какое-нибудь говно, но в итоге решил взять старый добрый ацетон. Особой разницы именно по оттирающим способностям между 646, white spirit и ацетоном я не заметил. Разница лишь в том, что из-за того, что ацетон быстрее испаряется, им сложнее оттирать все без разводов и на баф тратится больше времени. Но опять же функциональных отличий как таковых нет. Естественно в рамках конкретно этих заправ. Отдельно упомяну, что у ХТБ есть якобы такая фишка, что он оставляет типа нестираемые разводы. И да, сразу оттереть без разводов, ну не то чтобы нереально, но достаточно сложно. То есть для того, чтобы подтереть без разводов, надпись должна быть покрыта большим количеством растворителя и при промакивании некоторая его часть должна оставаться на оттираемой поверхности. Разводы, которые не удаляются растворителем сразу, можно попробовать удалить губкой, другим растворителем или тем же самым растворителем, если дать разводам, так сказать, отлежаться. В моем случае я стер разводы на ПВХ, которые поначалу не оттирались ацетоном, тем же самым ацетоном, но спустя сутки. Происходит это из-за реакции кислых красителей и растворителя. Короче говоря, даже эти нестираемые в кавычках разводы от HTB и Speedflow вполне себе удаляются. Еще раз повторюсь то, что принципиальной разницы между растворителями нет. Я взял ацетон исключительно из-за его запаха, потому что я буду все это делать в помещении. Теперь давайте разберемся, как чернила ложатся на те или иные поверхности. В данном блоке рассмотрим только какие-то выдающиеся случаи, потому что на большинстве поверхностей все чернила ложатся примерно одинаково. И как-то заострять на этом внимание я не буду. Поэтому если вы видели в предыдущем видосе, как я наношу чернилки на что-то, а в этом блоке этой поверхности нет, это означает, что легли они нормально и нет нужды это уточнять. Все чернила я наносил в таком вот порядке. Естественно, в случае, когда у меня еще не было второй восьмерки маркеров, порядок оставался неизменным. Также не лишним будет сказать, что через камеру практически невозможно передать то, как чернила выглядят на самом деле, и как их видит глаз. Поэтому, если то, что вы видите на экране, отличается от моих слов, то ориентироваться имеет смысл на слова, потому как визуал очень сильно зависит даже банально от освещения. Ранее я говорил, что не буду показывать поверхности, где все легло нормально. Но чтобы вы имели представление, как это в целом должно было быть, я покажу, как они выглядят на бумаге и мебельном щите. Собственно, на этом листе А4 вы можете оценить растекаемость и оттенки. Ну и вот как это все выглядит на мебельном щите и на окрашенные поверхности. Все чернила имеют равномерный нормальный слой и цвет. Все, да не все. На чем я хочу отдельно заострить внимание, так это на заправе стелс инк. Суть в том, что внятно она работает только на пористых поверхностях. Причем на бутылочке с заправой это написано, а на маркере нет. Собственно, да, она иногда срабатывает на глянцевых поверхностях, но для этого надо писать по горизонтальной плоскости и прям давить на перо, чтобы образовывалась такая прям лужица. На голом мебельном щите видно, что линия пошла по пизде, и это учитывая, что щит лежал горизонтально. Разумеется, если налить прям лужу, то след будет, и еще какой. Но когда я писал по вертикальной поверхности того же мебельного щита, а я напомню, что у него такое же покрытие, как в вагонах метро, то заправа просто стекала с него и как бы ГГВП. Та же тема с ПВХ. Она на одном куске сработала, на другом проявилась еле-еле. Но там в целом с ПВХ какие-то неоднозначности, поэтому ладно. Помимо этого, есть еще один трэбл. Она очень неравномерно проявляется. То есть можно положить реально рядом два одинаковых тыжка на одинаковой поверхности под лампу, и один из них проявится хуже, а другой лучше. Короче, хер его знает на самом деле, на глянцевых поверхностях работает реально через раз. Слишком много факторов, которые так или иначе могут повлиять на тыжок. Короче, я недоволен. Теперь, как я и говорил, перейдем к поверхностям, на которых результаты нанесения были не совсем обычными. Начнем, пожалуй, со стекла. Наш сраный самопал имеет крайне херовую укрывистость, поэтому вообще выглядит полупрозрачным, размазывается пальцем и вообще фу. Бомб-инк лег хорошим ровным слоем цвета красного вина. На просвет выглядит наикрутейше. Стриткиллер какого-то хуя частично не смог зацепиться за некоторые кусочки стекла. С укрывистостью явные проблемы. Хотя, когда я наносил его же на горизонтально лежащее стекло, всё легло довольно неплохо. Но, учитывая, что тегует всё-таки преимущественно по вертикальным стёклам, можно считать, что это косяк. С 214-м произошло что-то похожее, разве что цвет поплотнее. На просвет отлично видно, как ему, игрогу, явно не хватает немного плёнкообразователя или смачивателя. После высыхания даже на горизонтальном стекле пошёл дырками. МТН Стрит. Просто сам по себе не очень плотный в плане цвета, поэтому он просвечивает только так. Полоса имеет такой голубоватый что ли отлив. ХТБ, Коверсол и Спидфлоу легли отличным ровным глянцевым слоем. Добавить нечего. Особенно наикрутейший выглядит оттенок медного глянца у Спидфлоу. Мне прям очень нравится. В целом, если равномерно его напылить, можно получить что-то наподобие тонированного зеркала. Особенно доставляют переливы. Колд Свит просто лёг чёрной непрозрачной матовой полосой. Инкредибл и Паник выглядит полупрозрачно. Болт лёг хорошим плотным слоем, но слегка растёкся. У Кринка есть небольшие проблемы с дырками. Стелс просто не смог зацепиться за поверхность и поэтому растёкся не прореагировав. Пейнт на удивление дал отличную хорошую чёрную матовую полосу. Ну а Бафф Пруф Инк оставил хорошую плотную синюю мазюльку. После высыхания она стала чуть бледнее и немного плотнее. На скотч всё нанеслось нормально, но Грок и 214 пошли по пизде сразу же после нанесения. Опять же тычок в сторону плёнка образователя. На латекс всё нанеслось прекрасно и даже не отвалилось после растяжения. На полипропиленовой крышке Грок и 214 пошли по пизде. На самом контейнере с Гроком и 214 происходит вот такой прикол. Хе. Также они отказались писать на защитной плёнке от 3М. На куски алюминия 214 опять же сука поплыл. На полиэтилене 214 игрок опять же слегка поплыли. Да, я понимаю, что полиэтилен, полипропилен и алюминий это ну не самые распространённые поверхности для тег. Но тем не менее, остальные чернила проявили себя куда лучше, поэтому это весьма уместно. Кого интересовало, на промасленную поверхность также всё нормально нанеслось и зацепилось. В целом, на всех остальных поверхностях всё легло очень даже себе хорошо. Теперь, когда мы наконец-то выяснили, что и как легло, начинаем бафить. Для начала попробуем немножко поскрести ножом по стеклу. Результат супер предсказуем и делается сие лишь для того, чтобы пожать над хтб и его ультра скретч резистом. Ну и теперь наглядная демонстрация, почему тегать на стекле в принципе бесполезно. Чтобы вы понимали, это мистер блять мускул. Херня, в которой растворителя нет и в помине. Пшикаю я им, чтобы было легче возить губкой. В целом, результат вы видите сами. Разницы между заправами я почти не почувствовал. Оттирается тупо на изи. Под конец, конечно, губка забилась и оттирать стало сложнее, но это не считается. Изначально я хотел сравнить типы растворителей, поэтому сделал четыре линии, но по факту разница в целом не обнаружилась. Оттирается дочисто чем угодно, при наличии времени оттереть можно даже влажной салфеткой. Поэтому предлагаю переходить к следующему пункту. Следующий пункт у нас это ПВХ панели. Встречаются на всяких ларьках, заборах и так далее. Как я уже говорил в первой части, очень странная и сложная поверхность. Когда я буду говорить, что что-то чем-то оттерлось, конкретно в этом случае, я имею в виду, что оттерся чернильный внешний слой и остался некоторый след. Конкретно про след я особо говорить не буду, потому что и так все будет видно. Сначала я пытался бафить губкой, но в итоге просто содрал верхний слой, что не есть хорошо. В общем, далее я пытался не использовать грубую силу, но тут уж как получилось. Поверхность в целом сама по себе очень капризная. В целом, результаты примерно следующие. Наш самопал я просто содрал со слоем поверхности, равно как и частично бомб инк. То, что вы сейчас видите, это на самом деле уже след, который я слегка, так сказать, поцарапал. Также был удивлен, что удалось оттереть мускулом 214 и коверсол, хотя тот же МТН игрок вообще хуй на меня клали. Коверсол оттирается с большим усилием, но оттираются именно чернила, а не верхний слой пластика. Я уже устал, поэтому просто оттер кусочек для демонстрации, так сказать. ОТР оттирается тоже с усилием, но тем не менее оттирается, а вот спидфлова шкрябать не удалось. Антимандальное средство и тряпка оттирает все без исключений. Единственное, что спидфлова оттирается сложнее ОТР и от всех чернил остались следы. Хотя от МТН и коверсол они достаточно блеклые, но разглядеть, что там было все-таки можно. При большом желании, конечно же. Далее у нас Саводяра. Смопал сразу уебывает нахер, бомбинг и стриткиллер отлетают с кусочками поверхности. И то с очень большим трудом. 214 оттерлась тупо за несколько движений, а МТН оттирался хуже всех, но зато оттерся до чисто. Чернильный слой ХТБ и коверсол стерся на раз-два, а вот чернильный слой спидфлоу дал много разводов, но тоже не особо трудозатратно удалился. Дальше у нас ультимативное средство – ацетон. Как-то комментировать я это особо смысла даже не вижу. Ацетоном же я удалял и вторую восьмерку маркеров, и если вкратце, то результаты примерно такие. Наш самопал оставил пиздецовый окисленный след, очень тёмный и вообще пиздец. Бомбинг оставил блеклый, но читаемый след. Хотя на другом таком же куске ПВХ он остался очень тёмным. Например, в видосе про самопальных ртубов. ХЗ вообще от чего это зависит, короче, раз на раз не приходится. Но это справедливый и для всех остальных чернил. И это проблема скорее поверхности. Грог оставил вполне читаемый тёмный след. 214 тоже, но у него оттенок более красноватый. МТН стрит оставил какую-то блеклую красноватую хуйню. ХТБ и спидфлоу оставили окисленный след. Разница в том, что спидфлоу чуть потемнее, а ХТБ протравил всё на один слой глубже. Коверсол же оставил блеклый след. При хорошем освещении его будет видно, но это такое себе. Холдсвит оставил просто едва уловимый след. Это не читаемо и видно только при очень хорошем освещении и только с определённого угла. Инкредибл оставил след примерно как 214, но это и в помине не хард ту баф. Паник Инг съебался вообще бесследно. Опять же, при хорошем свете и с определённого угла видно, что там что-то было, но это видно скорее потому, что туда, где были чернила, свет ложится немного иначе. Опять же, не читаемо. Болд оставил бледный след, чуть-чуть буквально темнее, чем Коверсол. Кринг в целом оставил читаемый след, чуть бледнее, чем у Стриткиллера от Грога. Стелс тут опять же всё не так просто, потому что вообще он с этой поверхности стекает и соответственно не проявляется. Либо проявляется хуёво. Но если поверхность горизонтальная, результат в целом ничего. Более того, ацетоном он не стирается, потому что сам механизм образования надписи отличается. Пейнт предсказуемо оттёрся вообще совсем, но там масляная основа, хули вы как бы хотели. Старый игрок Buffproof. Оставляет бледный, но в целом читаемый след. Что интересно, смотрится он выгоднее, чем тот же Incredible, ну это чисто моё мнение. Это был большой лист ПВХ. Помимо этого, у меня есть ещё один поменьше. На нём я опробовал все заправы дважды. Левый кусок я оттирал антивандалом, а правый растворителем. Куски абсолютно одинаковые, по факту это вообще разломанная пополам одна и та же панель. Собственно, разница видна сразу же. В случае с антивандалом на поверхности остались разводы и следы. Ярче всех выделяется кринг и болт. Также в целом читаемые следы остались от HTB, Cover Solo, Speedflow, Incredible и Panic. Правую же панель я оттёр до относительно чистого состояния. Не читается ничего. Такие дела. Но опять же, не стоит забывать о том, что минимальный абразивный эффект шлёт все эти следы нахуй. Гипсокартон бафить бесполезно, с защитной плёнки всё стёрлось вообще на изи без малейшего следа. А вот на виниле Avery MPI 3010 остались ебать какие разводы. Более того, 214-ый HTB Speedflow оставили слегка видимые желтоватые пятна. Cover Solo вообще проявился поверх разводов светлым пятном, а вот Scarlett Black оставил тёмный ебейший след. На виниле F80120M я тестил все маркосы и на нём ебейший след остался от Scarlett Black, Grog, 214-ый HTB, Incredible и Krink. Cover Soul, Speedflow и Cold Sweet оставили блеклый след, а остальные съебались бесследно. С PET пластика всё тоже стёрлось супер-изи. Кстати говоря, именно его используют, например, для защиты рекламы и схем в вагонах питерского метро. И вообще некоторые рекламные штуки на улицах закрываются именно им. Все защитные и просто из нормального пластика поверхности вообще на хую вертели все ваши теги. На поликарбонате, полиэтилене, полипропилене, защитном куске прозрачного ПВХ, защитном куске ЛДПЕ, оргстекле и на защитной печатной основе 3010, ни одни из чернил не порадовали устойчивостью и следами. В целом, это вообще не удивительно, ведь все эти штуки разрабатывались с учётом устойчивости к подобной хуйне. И вообще их глянцевая структура в целом рассчитана на лёгкое удаление грязи и всякое другое поебение. Вот о чём нужно помнить, когда тегаете по защищённой рекламе. Именно по этой причине вся вот эта хуйня про то, что я тегнул HTB на рекламном щите и тыжок висел 10 лет, это всё дичь, потому что скорее всего его просто никто не пытался оттереть. Я не исключаю, что на каких-то схожих поверхностях какие-то чернила будут держаться отлично, но это скорее вопрос уёбищности этих поверхностей, а не крутости чернил. Металл же тоже обладает довольно неплохой устойчивостью к всякого рода чернилкам. Анодированный алюминий остался чист и свеж, а вот на порошково-окрашенной стали остались незначительные следы, но лучше всего видно стриткиллер. Ну, как видно, он оставил хоть какой-то след. На неокрашенной части при определённом угле освещения также видно стриткиллер, 214 и спидфлоу. Также на этой железяке я чекал вторую восьмёрку и все они съебались с окрашенной поверхности, не оставив и следа. Даже стелс. Немного интереснее ситуация обстоит с голой сталью, а здесь стелс вступил в какую-то реакцию с металлом, мгновенно проявился и образовал тёмные кристаллы какой-то соли, которые в свою очередь оттёрлись, но металл стал заметно темнее. Также стоит отметить то, что на пористых поверхностях все ваши теги останутся просто намертво, вне зависимости от того, каким именно маркером вы их нанесли. Суть в том, что чернила проникнут в сам материал и их можно будет удалить только с кусочками этого самого материала. Ну, либо просто перекрашивать всю поверхность. На окрашенной ПФ-115 поверхности при попытке бафа хорошо читаемые следы остаются от самопала, ХТБ и спидфлоу. На окрашенной акриловой эмалью поверхности остаются читаемые следы от самопала, стриткиллера, ХТБ, коверсола и спидфлоу. Все вот эти следы, это конечно очень здорово, но не стоит забывать о том, что в реальном мире никто эмаль ИПФ кубафить-то и не будет. Её просто перекрасят и в общем-то на этом дело и закончится. Сантехнический ПВХ предсказуемо без следов. Стальная труба, порошково окрашенная другой краской, оставила на себе следы 214 и ХТБ, хотя тот же спидфлоу с неё слез. С полипропиленовой трубы всё слезло вообще без проблем. Тут многие могут заговниться, типа, как же так, ты не оттираешь разводы? Ну бля, ребят, если я буду их оттирать, я состарюсь раньше, чем доделаю этот видос. Моя задача показать, что в целом это возможно, а это блять возможно. На HDPE пластике остались следы от самопала, ХТБ и спидфлоу. С хромированной железяки всё слезает на раз-два. На качественном пластике и резине ничего не остаётся. Да, я знаю, что это зубный счёт, но один хрен они изготовлены из обычных материалов, так что всё. С первой плитки губкой при должном усилии всё оттирается на изи, но мне выковыривать из текстуры всё это лень, но в целом это возможно. Антивандал выпиливает всё, водки с тряпкой не хватает абразивного эффекта, но при этом видно, что самопалы и 214 слезли тупо очень быстро. Ацетон выпиливает с плитки всё совершенно спокойно и без напрягов, хотя видно, что с первого прохода тряпка выпиливает самопал, Грок и МТН. Со второй плитки Мистер Мускулом тоже всё можно оттереть, но мне лень. Антивандал выпиливает всё без проблем, хотя жирный слой с Кардит Блэка оттирается с усилием. Водка достаточно быстро выпиливает самопалы и 214. Ацетон точно так же всё стирает совершенно без проблем. Весьма предсказуемая картина. А вот дальше у нас идёт пара интересных вещей, а именно защитная плёнка со стекла в метро и мебельная штука с покрытием как в вагоне. На плёнке со стекла я нанёс ХТБ, 214, Спидфлоу, Скарлетт Блэк, Пейнт и Стелс. По итогу 214 поплыл как сука, а Стелс тупо не проявился, растёкшись какой-то мутной соплёй. Опять же, это чисто горизонтальная поверхность и с вертикальной всё это просто бы стекло. Стирается всё совершенно без напрягов и принципиальной разницы между этими чернилами нет, что и требовалось доказать. На мебельный щит я наносил все чернила и Стелс опять повёл себя очень странно. В целом порядок оттирания был точно такой же. Губка и мускул, антивандал, водка с тряпкой и ацетон. Комментировать я это как-то особо не буду, если вкратце, то результаты примерно вот такие. Сейчас вы скажете, ну вот чё ты выёбывался на покупные заправы, следы же остаются всё заебись. Но сейчас я кое-что вам покажу. На другой стороне я попытался нахерачить толстый слой заправы и покажу, что даже его довольно-таки изи оттереть. Последовательность та же самая. Я максимально сильно давил на перо, оставляя неплохие такие лужицы. В этот раз я оттирал ацетоном, заклеивая скотчем остальные мазки, чтобы не смешивать результат. Опять же, комментировать особо это не буду. Остались следы развода почти от всех чернил, но тут есть один важный момент. Во-первых, спустя сутки разводы можно будет оттереть. Ну или не сутки, но спустя какое-то время совершенно точно. Во-вторых, всё это совершенно спокойно дочисто оттирается жёсткой губкой. Да, я соглашусь, абразивный эффект как бы херит поверхность. Но учитывая толщину защитного слоя, я думаю раз пять, один и тот же участок вполне можно оттереть. Кроме этого, после того, как защитное покрытие истончится до неприемлемых значений, всё это непотребство поверх просто перекрашивается. Такие дела. Раз пошли такие пироги, то потестим и перекрыв. Тестить будем на этом самом щите и другой окрашенной поверхности. На эти поверхности я нанёс все заправы. Тут стелс был нежирным слоем и он превратился в сраные капли. На окрашенной же поверхности он вполне себе проявился. Далее я наклеивал кусок бумажного скотча и пытался перекрыть эмалью. И так повторил пять раз. На месте начала нового слоя отлично видно границу слоёв. Начнём, пожалуй, со щита. Первый слой перекрыл всё кроме самопала, бомб инка, хтб и спидфлоу. Стриткиллер, 214 и бафпруф видны, но это только при ярком свете и если реально всматриваться в поверхность. На слой ниже читаемость пропадает у всех заправ кроме хтб и спидфлоу. В целом, чтобы их перекрыть потребовалось пять слоёв, что в целом эквивалентно трём слоям нормальной фасадной краски. До последнего хтб обладает чуть более насыщенным следом, чем спидфлоу. На окрашенной поверхности ситуация почти такая же. Не смотрите на тёмный след на самопале, там просто попала какая-то бяка. От себя скажу, что заправы на такой поверхности проявляются хуже, что в целом предсказуемо, потому что щит был глянцевой поверхностью, снаружи которой остаются больше заправы, а это своего рода впитывающая поверхность, на которой снаружи остаётся заправы меньше. Здесь ситуация в целом точно такая же, разве что эмаль перекрывает чернила, ну получше немножко всё-таки. Ну и в общем-то, я думаю, вам и так всё прекрасно видно. Вот ещё немножко фоточек, которые в целом помогут вам сделать некоторые определённые выводы касаемо всего этого. Что ж, на сегодня это всё, до встречи через неделю. В следующем выпуске мы будем проводить всякие специфичные тесты, но в целом, исходя из информации в этом и предыдущем выпуске, вы уже можете составить некоторое мнение относительно покупных маркосов и всё такое. Моё же мнение, которое я высказывал в одном из видосиков, касаемо ценности покупной заправы в целом оправдывается, но более подробно об этом в четвёртой части. Подписывайтесь на канал, на инсту, вступайте в группу ВК, ебашьте лукаса и строчите комменты. Всех обнял и до встречи через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok